всем привет продолжаем путешествие вместе с компанией ларуси теперь уже по венгрии люблю я венгрию тоже как будто пеший как стокгольм то честно говоря мне везде нравится нравится путешествовать а вот здесь сегодня мы будем будапеште хороший город тоже рекомендую те кто вдруг когда-нибудь соберется берет деньги и будет возможность попасть туда вот сегодня мы посмотрим немножко на базилику святого стефана это базилика святого стефан вот немного хотел бы рассказать о святом и что они тоже был такой и что он и что он был сыном верховного князя венгров гезы и книги решароль изначально он носил имя тюркского происхождения white то есть герой и лидер но после этого общем его имя стало и что конечно там все боролись за власть как и везде вскоре этого и что на карнавале и с помощью латинских греческих священников начал осуществлять христианизацию страны но действительно был прогрессивный для него мужчина то есть обращала венгров новую религию с помощью христианизации и что накончательно интегрировал венгрию в круг цивилизованных народов и завоевал себе право считаться после смерти ее святым покровителем поэтому он и был канонизирован в католической церкви и вот как раз здесь это уничтого празднует 20 августа он действительно был такой прогрессивный мужик отменил при его владеет при его правлении было отменено рабовладение приставе не были созданы две кодификации законов первое составилось 35 стоит статьи а вторая из 20 прогресс однозначно создал территориально-административная круга королевский комитет комитет и комитат они назывались комитаты ну и до 1028 года подчинил генгерскому влиянию весь карпатский регион закрепил по присоединению новых территорий расширял свою территорию жена был на гизеле баварский был у них трое детей один из детей был который канонизирован святой эмирик но все они к сожалению умерли в молодости еще при жизни отца вот такой был святой и что по инициативе папы георгия 7 и что он был канонизирован вместе со своим сыном эмириком в 1083 году вот такие дела степень архитектурный стиль неоклассицизм автор проекта йозеф хильд а строители миклош ибль и йозеф каузер строительство базилики продолжалось с 1851 года по 1905 года какие там есть реликвии одна из главных реликвий это реликвии святыми это право рука святого степана католический собор будапеште крупнейший храм столицы венгрии будапештская базилика это сокафедральный собор архиепархии эстергома будапешта вместе с базиликой святого альберта и сокафедра примаса венгрии вот такое название честно говоря не силен вот в этих названиях но вот прочел что как написано возле к святого стефана расположена в пеште но как вы знаете что будапештка разделен на две части буда и пешта вот она в пеште занимает большую часть площади а святого и что она возили когда хорошая площадь у кого ты базилики симпатичная там всегда много народа длина собора 87 с половиной метров в ширине 55 высота 96 метров высота такая же как здание парламента в будапеште очень красивое здание такой наводил конечно но очень просто воздушное здание так вот это базилика стыб святого стефана входит в тройку крупнейших церквей страны если смотреть на нее сверху я видел фотографии то она представляет равносторонний крест в центре находится этот пассивный купол который 96 метров и 22 метра ширину по бокам колонны из них там не находится самый большой колокол страны вес его 9 тонн я как раз там ходил наверху когда был сильнейший ветер я был я же не помню именно в том году когда было наводнение в европе и я просто там ползком пробирался по верхней площадке со мной сначала ходили так давай японца но они не выдержали этого ветра будет расследить тебя вы же русский я прошелся даже пофотографировал фотографии сверху очень красивый вид открывается внутри базилика то есть украшенным рамором колонны действительно красивые как вот какая должна быть базилика видимо на тогда и должна быть там находится именно статуя святого стефана который выполнил архитектор скульптор штроблин со сценами его жизни около статы святого стефана находится такая коробка она называется рака замочеванная рака где находится вот рука эту святыню выносит из собора и совершая с ней крестный ход 20 августа я вот к сожалению не попал на это время не было на договоре посмотреть но говорят вот я в интернете что это очень интересно по зрелище можно еще сказать что на священии присутствует император франц иосиф а в 1938 году папа пи 12 присвоил собору святого стефана почетный статус малой вот так вот ну вот я был здесь сразу после службы по всей видимости как раз были уборщики которые убирали внутри собора была женщина с пылесосом которые пылесосик и гудила из собор вот но это вот внутреннее убранство базилики ангелочки но собственно говоря это везде так в любом соборе есть красивое место конечно вот та женщина с пылесосом которые гудила и шумела большой орган вот я не застал игру на органе не посчастливилась но именно в этом соборе конечно так любит послушать скамеечки стражи как девушка сидит читает смотрит свеч кстати за свечи не надо платить просто можно взять зажечь а это я уже иду наверх купола там маленький лифт после этого надо пешком как раз идти вот это вот внешняя часть купола конус такой большой огромный шапка вот был сильный ветер все свистело немного людей там достойно каких-то денег я не помню уже деньги небольшие для того чтобы подниматься наверх на правую площадку вот можно посмотреть внутри внутри никогда такого вот не видел не было внутри купола посмотрел как это все с технические точки зрения крепится интересно вот это я уже выхожу на площадку здесь еще не так задувает подветренная сторона а с другой стороны очень здорово задувало так у ветерок был достаточно приличный метров 12 наверно 15 15 не было но метров 12 было точно наверно и отсюда конечно открывается красивый вид на весь будапешт здание много интересных есть на что посмотреть что там в общем будапешт город красивый есть что посмотреть будапештин есть кстати там можно и подлечиться там есть источники конечно же купальни знаменитые поэтому вот я показал может быть несколько сумбурно рассказал вот включить какое-то представление об этом большом красивом городе погода меня баловала пару раз был как-то ветерок такой сильный может быть то было пасмурно а так в общем было хорошо это было в конце мая начале июня вот собственно говоря все можно хочет может досмотреть все пока всем привет до свидания спасибо что смотрите и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok